История Подольска Мы пели песни в микрофон. Мы вместе с салоном пели песни в течение всего дня. 2001 год. Начало троллейбусного движения. Проект века. Иначе не скажешь. Тогда все работающие в команде Александра Васильевича Никулина были вовлечены в эту тему. Вплоть до ведущих предприятий города. Воплотить идею в жизнь удалось за минимально короткий срок. При поддержке губернатора области Бориса Всевозовича Громова 25 троллейбусов вышли на линию по двум маршрутам. Борис Всевозович принял положительное решение. Оказал округу помощь с приобретением в Энгельсе, в Саратовской области троллейбусов. И он сам туда вылетал на эту территорию. И Александр Васильевич Никулин там был. Николай Викторович Сафонов. Петр Иванович Забродин. Я не помню в команде человека, который не был вовлечен в эту тему. А той исторической демонстрации, на которой было принято решение о запуске движения, прошел всего-навсего год. Также Борис Всевозович был на демонстрации. Но уже в центре практически на площади Ленина стоял украшенный подольский троллейбус. А движение фактически было открыто рабочее несколько раньше. Но с 1 мая электрический транспорт подольский троллейбус уже работал на линии. Первый маршрут вы его хорошо помните. Круг по микрорайону. После демонстрации настолько переполняло Александра Васильевич Никулина состояние совершенно понятное. что он даже остановился, я помню, зашел в троллейбус, с удовольствием сел за руль. Вот таким было ощущение всей команды. Когда создавалось предприятие, а с формированием коллектива занимался первый директор Владимир Константинович Юров, нам с нынешним представителем контрольно-счетной палаты Владиславом Юрьевичем Тарасовым, тогда он возглавлял центр занятости, от штаба было поручение заняться подготовкой кадров. Но не было уже водителей троллейбуса в подоске. Кого-то с собой пригласил Юров Владимир Константинович на работу, но очень многих мы обучили, даже в Московской области были первыми, кто предложил создать специальную программу по обучению. Сегодня все это кажется чем-то обыденным, понятным, а тогда все это было вновь. Но тогда все мы были объединены идеей, во-первых, улучшить транспортное сообщение и обязательно обеспечить Подольск таким современным, экологически чистым видом транспорта. Только вдумайтесь в эту цифру, 7,5 миллионов пассажиров в год, а за 20 лет перевезено 150 миллионов подольчан. Сейчас представить город без троллейбусов невозможно. Это не только экология, но и прежде всего безопасность. Предприятие всегда входит в число лучших областных перевозчиков. Водители, в их числе немало женщин, подтверждают свое мастерство на различных конкурсах. Сейчас троллейбусный парк – это 47 современных машин и 320 сотрудников. 5 маршрутов, а неофициально почти 6. Основными вехами подольчанного троллейбуса – то, что сохранились традиции, что троллейбус, он развивается. У нас есть 47 троллейбусов, у нас есть 6 троллейбусов, которые приобрело предприятие за свой счет, приобрело 6 троллейбусов на автономном ходу. У нас открыт 4 маршрут 4К, который с 2022 года станет 6 маршрутом основным. Хотелось бы пожелать всем нашим сотрудникам добра, счастья, любви, удачи, чтобы у них в жизни все сложилось и чтобы они вкладывали все свои силы в подольский троллейбус на благо нашего любимого города Подольска. Кстати, троллейбусы курсируют в Подмосковье всего лишь в трех городах – в Химках, Видном и у нас в Подольске. Первые выезжают в город в 5 утра, а возвращаются в парк в час ночи. Светлана Сайгутина, Михаил Долженко, телекомпания «Кварц». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова